Показать таймфрейм достаточно сложно. Другой вопрос, что в России есть свои специфические риски. И риски, которые добавляются сейчас, и существенно добавляются, это то, что происходит в Беларуси. То есть, непонятно, будет ли Россия вмешиваться, в каком ключе это будет вмешательство. То есть, вот фактор неопределенности там сейчас тоже очень и очень большой. И здесь может быть некая такая конфронтация, поиск некого спасения с Россией. Возможно, снова тема о едином государстве создания каком-либо. Накладываться это будет на подавление массовых акций протеста, которые есть в Беларуси. Вторым фактором риска является опять то, что Байден в президентской горке сейчас лидирует по сравнению с Трампом. И это тоже для российской экономики очень большой риск. Потому что демократы, они в отношении России более агрессивно смотрят. То есть, введение санкций. И поэтому получается, что вырастет российский рынок или не вырастет, в России есть истории, которые позволят, вне зависимости от того, восстановится целиком рынок или не восстановится, позволяют дать ценность на долгосрочном периоде. И эти истории есть. У нас есть истории с привлекательной дивидендной доходностью, у нас есть истории, которые позволяют защитить валютные риски. И поэтому я бы не говорил сейчас про весь индекс. Я бы говорил о том, что сейчас стоит вопрос интеллектуального управления, выбора конкретных историй, которые стоит включать в инвестиционный портфель, что в принципе делается в рамках моего собственного портфеля, так и в рамках портфеля детей в проекте миллион долларов за восемь дней.